Всем привет, дорогие друзья! С вами Димитров Струй. Сегодня мы играем в игру под названием ОМСИ-2. И пройдем мы по маршруту 170 от остановки станции Бескудникова до метро Петровско-Разумовско. Карта Северный округ Москвы. Ссылку в комментариях я оставлю. Ну что же, давайте начнем. Для начала надо запустить сам автобус. Так. Далее. Убираем руль, вставляем ключ. Теперь зажимаем тормоз вперед. Теперь надо откроем дверь. Кроем дверь. В принципе, все. Можно, в принципе, ехать. Так. Мужчинка. Так, едем. Так, сейчас здесь у нас будет остановка. И, как раз таки, будем проверять сам информатор. Так. Отлично, подержаем. Ну, наконец-то ехать нормально стало. Отлично. Сейчас немного пассажир зайдет. Посадка закончена. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив 7-го автобусного парка государственного унитарного предприятия Мосгортранс. Автобус следует по маршруту номер 170. До конечной остановки станция метро Петровско-Разумовская. На нашем маршруте работает автоматизированная система АСКП. При входе в автобус не задерживайтесь на передней площадке. Проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Для выхода необходимо подать сигнал водителю кнопкой звонка. Следующая остановка – отдел социального обеспечения. Керамический проезд. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 24. Тим искликнул. Так, сейчас. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей. Посадка за... Отдел социального обеспечения. Следующая остановка – Керамический проезд. Отлично. Просто я несколько лет не могу. Совершенно проиграл. Керамический проезд. Вот. Как-то так. Вот такой вот замечательный ЛИАС 5292. Надеюсь, я название не перепутал. Потому что я это умею. Вот. Кстати, многие говорили, что из-за того, что пассажиры детализированы, он все лагает. Но мне стоило просто покопаться в настройках. Немного, совершенно. И, во-первых, я управление полностью для себя перенастроил. Ну да. Не обращать внимания. Я давно... Это, как сказать... Есть. Так. И управление полностью для себя перенастроил. То есть, я сделала управление автобусом на УАСД. Потому что на упаде управлять автобусом – это такое себе... Ну, лично для меня. Просто я не левша, чтобы... Ну... В общем, у меня неудобно так управлять автобусом. Керамический проезд. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 24. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, инвалидам и людям старшего возраста. Во избежание травм во время движения держитесь за поручни. В салоне автобуса поддерживайте чистоту и порядок. Так вот, значит, в настройках управления, как бы, я копался дольше всего, потому что там много чего надо было нормально настроить. Потому что там полный трэш, мягко говоря. Вот, поэтому... Не обращать, не могу. У меня так все. Так. Ну, я не буду. Язю. Вот, настройки, графики были попроще. Ну, просто потому что там особо-то ничего не надо было настроить. Все так было более-менее хорошо. Поднять ППС в игре до, типа, до 120, я не понимаю, как. Типа, даже если у тебя мощный компьютер, здесь все равно будет, ну, в ПС, ну, максимум 70, типа. Ну, то есть... Дубнинская улица, дом 24. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 20. Вот, давай подъехать. Вот, вот так вот, чтобы они сели. Нам и... Сходите. Не стесняйтесь. Я сейчас наведаю, что вы волноваться. И... У нас как-то так получается. Все? Ну, нет, я не буду ждать, пока они едут. застополились у меня все равно ну да, они в дверях застополились я не буду ждать не так салон весь забит ну такой себе на пешеходный переход я не переграждаю это уже хорошо то мне трудно достаточно дается управление автоусом потому что он очень не маневренный вообще нет с выключением поворотника лично у меня здесь проблемы то есть на самом деле очень просто настроить но я как бы дубнинская улица дубнинская улица дом 20 удобно дубнинсик удобнее как дубнинсик удобнее как дубнинсик да надо было подготовиться к этому новинку так остановка вот так справляем дубнинс пассажиров здесь это отдельный вид искусства вот реально прям вообще дубнинс дубнинс вот так все закрываем и здесь информатурно кстати слышно потому что если нет то это очень плохо потому что мне кажется то что с звуком проблемы но надеюсь все первое потому что перезаписывать видео как мне хочется, да и вообще мотивация уже пропадет. И вообще, что насчет Омси, если меня будут в комментариях спрашивать, купил я ее или скачал, разумеется купил, потому что когда я ее скачал, у меня там моды не устанавливались, то есть кряк мне не понравился, ну там либо Нормана, либо что-то с ним не так, так что я просто купил ее, хоть и была распродажа, но при этом я не пришлось потратить обычную стоимость от игры, чтобы ее купить. Вот. Столько эта игра 1100 рублей? Думаю, что да, ну реально, она неплохая. То есть действительно такие автобусные симуляторы реалистичны, это действительно редкость, потому что, ну, сами понимаете, найти какой-то автобусный симулятор, который пойдет на любом компьютере, и при этом будет очень реалистичным, это разумеется, какая-то, ну, для меня это как алмаз, я не знаю, это реально что-то очень более-менее нормальное и, типа, графика даже, ну, приятно смотрится, то есть у меня нет к игре вообще никаких претензий. АТС. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 8. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий. В салоне автобуса ведется видеонаблюдение. Настроить чувствительность, ну, поворот руля для клавиатуры, вот, у меня такой вопрос, потому что вот здесь поворот руля мне не осуществляется, который здесь реализован, прям, не выглядит, ощущение, не так себе. Вот, и так здесь есть прикольная фишка, то есть возвращение руля, типа, в исходную позицию, это вообще здоровая фишка, для клавиатуры, особенно, вот. Я этим сейчас не пользуюсь. Я когда-то хотел записать, кстати, видео по ЗБАС, но ЗБАС у меня плохо пошла, так что, так сказать, не получается, но здесь, как бы, игра просто замечательная. Так, давайте. Дубнинская улица, дом 8. Следующая остановка, Дубнинская улица, дом 2. На следующем, ну, следующем видео мы поедем, ну, на рестайлинговом реале, в Азии, поедем на рестайлинге, который еще съездит, ездит в Москве, вот, я на него сделал менюблевор, потому что я на него буду ехать в первый раз, как, в принципе, сейчас у меня первый раз, когда я записываю видео, потому я немного волнуюсь по управлению Артонса, ну, я думаю, что, ну, это понятно, я со временем привыкну. Так что, субболноваться не за что. Дубнинская улица, дом 2. Следующая остановка, Дубнинская улица. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во время работы кондиционера для поддержания комфортных условий в салоне автобуса все форточки и люки должны быть закрыты. Поехали. Сами видите, мой весь профессионализм, это, конечно, божественно. Но, что поделать, мне в том числе управлять вообще непривычно. О, это, по-моему, мы проближаемся к Петровской-Разморской, потому что лагать начинает. Дубнинская улица. Следующая остановка, 7-й автобусный парк. Прям ФПС проседает. Да-да-да, все, это точно. Это точно Петровская-Разморская. Прям, прям, чувствую, она очень близко. Так, а мне в какие стороны надо ехать? Ой, нет, опять за кадром мне этого автобуса хватило. Сейчас будет всех моих пассажиров забирать, вот, 100%. Ну, просто смотрите. Сейчас будет ехать передо мной и забирать всех моих пассажиров. Я буду только высаживать и высаживать. Эй, блин. Ну, вот, с чем-то приехал. Ой, все, короче, я без пассажиров в него останусь. Что это вообще такой интересный зеленый автобус? Я, по-моему, когда в BMG Drive катался, такой автобус видел в мадах. Ну, еще-то я ни разу в жизни не видел такого автобуса. Что-то интересное. Заткнись ты. Так. Я, кстати, уснула нот на то, чтобы у пассажиров жалобы отключить, потому что они очень весят. Натерально. Принесла скорость на 1 км сейчас, они сразу не говорят, вы ему. Страшно, что как быстро едешь там, ну, в общем, конечно, разумеется, посоветую этот нот скачать, потому что, ну, реально, вы не выдержите того, что вам каждый, каждое лишнее движение будет комментировать, так что, ну, такое себе. Да еще это бесячий голос, типа, с этой бесячим, бесячим качеством этого голоса, качественной записи. То есть, ну, разумеется, мне захочется вы отключите. Я в комментариях оставлю ссылочку на карту, ссылочку на парк автобусов. Сейчас они все сядут. Перестроиться, ой, перестроиться надо. Ладно, все надо. Прям сюда. На скорости так повыращивать. Странно. Не, 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 не. Зачем мне парковку? Не, не, не. Как же я там клавишу забылил-то отключения? Знать бы. Блин. А чем еще нужно отключение поворотника? Нажал еще раз клавишу включения поворотника. Пожалуйста, отключай. Это было удобно. Нижние Лихоборы. Следующая остановка – кинотеатр Комсомолец. На кинотеатр Комсомольце полойна пассажиров уходит обычно. Ну, по моему опыту, езды за кадром. Ну, уже отлагивает немного. Все. Уже фпс стабилизируется. Ну, отлично. Это хорошо. Потому что... Ну, опять проседает. Все. Вот, мы сейчас подъезжаем к... Тут же, получается, через остановку у нас будет... У нас будет Петровско-Разумовская. А это очень, очень влагающая фигня. Кинотеатр Комсомолец. Следующая остановка – станция метро Петровско-Разумовская. Конечная. Вот, о чем я ему говорю. Вот. Петровско-Разумовская. Я уже вожу. Так, значит, выращиваю вот туда аккуратно. Здесь вписаться в самоволны. Так. Шо. Ой, нельзя ехать осторожно. Где я и так максимально осторожно. Блин, все-таки мод не особо работает. Некоторые жалобы проскакивают. Сейчас. Чего его? Так. Хорошо. Получилось сделать маневр. Так. Потому что... Обычно это очень тяжело. Еще в том, что так немного осталось финишной прямой, может, так сказать... О, еще слагает, бродит. Ой. Ванголы. Просто ванголы. Так. Где будет остановиться-то? Сейчас с этими подсказками главное разобраться. Так. Значит, здесь жжем сюда. Лучше идем здесь. Ну, по-моему, вот тут вот. Высадка пассажиров, да. Надеюсь. Ну, тут Петровско-Разумовская. Все. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. Автобус прибыл на конечную остановку. Станция метро. Петровско-Разумовская. Ну, на этом у нас все. Ну, мы прибыли на конечную остановку. Высадили пассажиров. Проехали по 170 маршруту. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Потому что цель к концу января набрать тысячу подписчиков. Очень хотелось бы успеть. Вот. Спасибо всем за просмотр. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok